все ребят мы пришли в бассейн моя мамонечка даня вон лежит там на дне уже вечер пол десятого мы решили выключить кондиционер уже не полить и немножко выйти поплавать потому что раньше никак не получается потому что очень-очень много людей вот она я не знаю тоже сейчас рискну попробую сильно нагружаться не буду потому что целый день дома крутилась а сейчас вот с дому вышла прошлась и разделась и все и начала сразу кашлять вот ребятушки и еще я хотела мне хоть и говорят да что не тут типа не обращая внимание на такие комментарии или еще что-то сегодня значит под видео был такой комментарий а вот и так как под ним образовалась большая ветка конечно это особо я заблокировала но я хочу немножечко так разъяснить и дать людям понять да что к чему может кто-то планирует да когда-то переезде в испанию может кто-то ищет для себя ту или иную какую-то информацию вот почему я заблокировал потому что я такой человек то есть я всегда говорю правду или я говорю об этом если я где-то в чем-то не уверена я лучше лучше промолчу почему я всегда пытаюсь может быть в какой-то мере там мне говорят что оправдываешь ну там что ты оправду не оправдывайся там не пертим или там что ты оправдываешься это ни в коем случае но увидите каждый как и рассматривая для себя мы кто как это видит я считаю что это не оправдание просто хочу допустим до того или иного человека донести так то или так чтобы не искажалась допустим та или иная информация вот и все вот вот сегодня значит им одна вот эта особа написала мне по поводу того что значит что я вру вот что в испании в испании холодно в испании там слушайте вот она живет в мадриде я не знаю где ты живешь по моему ты живешь где-то там селе рога копыта потому что девочки мои не дадут соврать и мои девчонки вот с которыми допустим лариса вот которая вижу пишет мне все время соликанты потом светочка светлана топал по моему если не ошибаюсь она живет в мадриде вот и и русская там моя вот допустим живет в ареуэла ну и я думаю достаточно у меня делать девочек есть из сантандера только не помню ники ну в общем не столь важно о том что в испании ну большинство скажем так наверное девяносто пять процентов что в испании в квартирах нет отопления вот и когда достаточно прохладные зимой то если вы смотрите мои видео да вы видите о том что я все время напучка на то есть в теплых домашних костюмах в теплых кофтах потому что холодно это особо пишет мне что и ты брехуха в тепло в испании 24 градуса вот у меня все это ну не знаю не знаю в какой-то испании живешь и честно мне с трудом верится но если у тебя 24 градуса знаешь я тебе аплодирую стоя на возьми с полки пирожок а вот в испании действительно в квартирах очень холодно вот туда на севере испании там конечно уже можно встретить и гораздо чаще более в новых наверное домах где есть уже недвижимости именно уже с отоплением у нас на юге его нет но если только люди сами не решили себе поставить вот что касается испанской медицины да я значит она сказала что я сказала что в испании ужасная медицина ну в общем и тут же при прицепилась на это есть такая поговорка чув звен то не знав девин так вот это вот там про вот эту ветку там еще помимо медицины еще вернусь еще до секунд там одна женщина и ну самая над это которая живет в израиле написала что да у нас в израиле тоже холодно наград причем тут израиль до испании вы посмотрите пожалуйста какой климат на юге испании допустим не в израиле москлимат практически один в один так что если это разные страны то это не еще ни о чем не говорит учите тетя географию а вот и все-таки по поводу медицины что я хочу сказать в испании медицина конечно очень классно даже если это государственная медицина то что касается особенно каких-то вот сложных каких-то операций все конечно государственная медицина гораздо выше чем частная потому что у них более там аппаратура супер круто этом наворочная но дело не в этом в чем отличие почему люди допустим делают себе еще второстепенно частные страховки да для того чтобы сэкономить свое время вот никогда в жизни не говорила что в испании плохо лечит или ужасная медицина или еще что-то скажу некоторые там плюсы и минусы могу просто кто лучше к чему привыкли допустим и и что могут предложить нам здесь значит первое том что почему допустим я себе сделала частную страховку только лишь для того чтобы сэкономить свое время вот и все потому что если к примеру тебе нужно сделать тоже кт ну к примеру если ты не в диагнозе да просто там у тебя что-то беспокоит там или колоноскопию или гастроскопию то вот тут то или иное обследование можно ждать очень очень долго и это будет не неделя не 2 а это будут месяца и месяца потому что допустим вот да простит моя и руси и я у нее конечно не спрашивала но и думаю что она на меня не обидится и рама я прошла допустим в испании больше двадцати лет больше двадцати лет здесь и они все время лечились и все слава тебе господи у них было хорошо и они допустим все эти 20 лет не никогда не пользовались частной страховкой потому что во первых были молодые во первых было совсем другое здоровье а сейчас когда вот коснулась неважно что и нужно было пройти обследование они очень очень долго ждали и они поняли о том что ждать еще можно знаете до ивана вот и они решили что им нужно сделать частную страховку для того чтобы как можно быстрее пройти то или иное обследование вот и все что то есть частная страховка помогает как говорится скратить сохранить ваше время просто что в частной страховке то будет все гораздо гораздо быстрее вот и по поводу того что чтобы не говорили это все вот и курс на том что вот если ты я к примеру да вот тут нет такого как у нас дома допустим я захотела себе проверить допустим кровь на сахар там какие-то сдать гормоны просто от фонаря потому что вот мне так захотелось проверить здесь ты этого конечно не сделаешь здесь нет такой вот допустим так вот частной клинике что пришел здравствуйте я пришла допустим по своей страховке говорю здрасте вот так и так не сила не впала и мне захотелось не захотелось допустим сдать просто так кровь здесь не тут ты должен идти к врачу вот если врач допустим посчитает что ты нуждая ну действительно тебе необходимой только тогда ты можешь сдать кровь вот так что пожалуйста не перекручивайте и не приобщайте я всегда-всегда почему я другой раз так вот эмоционально отвечаю все потому что перед тем как что-то излагать для вас я всегда к этому не подхожу очень серьезно для того чтобы быть не быть никогда пустозвоном не слышать вот такой вот собачий бред точно также еще следом полетела там еще одна тоже особо по поводу того что под вот этой веткой до разгулялась то что украинки всегда типа врут преувеличивают тоже тоже заблокировала мне такие на канале не нужны почему потому что я рассказываю на своем канале гораздо больше чем этого должна быть то есть я открываю вам свою душу делюсь с вами ну всем-всем-всем таким ну вот с чем мне приходится столкнуться какие что у меня есть и что что я имею что я не имею да или еще что-то и тут мне говорят о том что я вру так какого ты хрена тогда колачиваешься на моем канале знаешь чемогдан вокзал вон нахрен отсюда и все вот и все youtube очень большой и у каждого зрителя есть свой блогер их точно так же и наоборот я обожаю и ценю всех своих зрителей которые говорится уважают меня обратно ничего я не живу за ваш счет я не кормлюсь с ваших рук не я просто веду канал для того чтобы поделиться в той или иной ситуации вот и все ну вот так вот в общем все вроде бы рассказала поделилась думаю что думаю что все в общем потому что я немножечко конечно все равно на нервах сегодня старалась вроде бы заниматься всякими возможными делами до выдравила вытяжку там плитку вот сварила уже ну все это для того чтобы забить свою голову потому что ребят и честно говоря это же получается в понедельник по моему понедельник 20 или я что-то путаю в понедельник то есть 20 числа у меня получается кт вода и анализ крови я очень-очень сильно очень нервничая ну ничего я надеюсь что боженька со мной и он проведет меня за руку через весь этот тяжелый мой путь и все будет хорошо и я всем вам тоже этого желаю от чистого сердца чтобы не говорили чтобы не писали чтобы не то я вот-вот как на ладони перед вами и вам рассказываю уже говорю что даже порой раз другой раз сниму потом когда читаю комментарии в оскорбительной форме там или какие-то там какие-то передряги порой даже немножечко жалею что открываясь больше положенного ну вот такой вот я человек я такая точно такая же и вот и в дружбе вот со своими друзьями я не умею дружить как говорится наполовину да почему допустим если вдруг человек придает почему я очень страдаю и очень болею потому что я отпускаю к себе человека очень очень близко да и потом когда и конечно человек если бьет в больное место то получается очень больно вот нужно как-то научиться немножко соблюдать дистанцию но блин если я уже скажем так на пятом десятке не научилась то наверное уже нифига у меня ребята не получится все мои хорошие я погнала на заплыв что еще касается работы никогда моя семья не было оттуда целью мой муж чтоб вы знали вот он как закончил школу поступил в мореходку отучился в мореходке и у него не было ни единого перерыва там чтобы он тупо уволился и лежал несколько лет на диване попивал пивасика и почувствовал там себе скажем так яйцо в штанах такого никогда в жизни не было мой муж работает вот как вышел с мореходки и не прекращая так что не надо говорить как говорится на черное что это белое а таки вам всем желаю крепкого здоровья мирного неба над головой берегите себя берегите своих близких я вас целую и всем до встречи папа и